Когда город отдыхает, усиленная работа начинается не только у полицейских, но и у народных дружинников. Больше 180 человек, и это только в краевой столице, в свободное время проводят, охраняя общественный порядок. Перед майскими праздниками для своих гражданских помощников сотрудники полиции провели обучение. На уроки безопасности побывала Анастасия Зубрицкая. Он не раз оказывался на грани жизни и смерти, однако всегда его вовремя спасают. Он – это манекен Максим. Именно на нем народные дружинники и учатся оказывать первую медицинскую помощь. За партами уже далеко не школьники. Их объединяет не возраст, а желание помогать людям. Закрываем нос. И что обязательно нужно сделать? Сделать наклон головы на 15-20 градусов. Внимательно слушает инструктора и пенсионерка Тамара Кравченко. В народные дружинники женщина пошла два года назад. Летом, говорит, каждый день дежурит на Комсомольском пруду. Во время массовых гуляний вместе с сотрудниками полиции охраняет общественный порядок. Дежурить на майских праздниках Тамара Кравченко будет на Крепостной горе. За несколько дней до – активное обучение. Я уже третий раз. Ну, в общем-то, знания не бывают лишними никогда. Чем больше человек знает, тем легче ему живется. И когда показывают все это, рассказывают, особенно когда еще первая помощь необходима, мне кажется, каждому нужно знать. Как делать непрямой массаж сердца? Как привести человека в чувство, если он потерял сознание? И как накладывать шины и жгуты? Все это объясняют народным дружинникам на уроке по оказанию первой медицинской помощи. К таким занятиям взрослые люди проявляют большой интерес. Людям везде интересно. Особенно на наши занятия, которые касаются медицинской подготовки, чрезвычайной ситуации, по использованию способов, средств защиты от чрезвычайных ситуаций. Люди всегда с удовольствием слушают. А вот как действовать во время массовых мероприятий, народным дружинникам объясняет уже сотрудник полиции. Только в Ставрополе охранять общественный порядок правоохранителям помогает 181 народный дружинник. Каждый будет задействован и во время предстоящих майских праздников. Народная дружина осуждает помощь правоохранительным органам, в частности полиции, по охране общественного порядка при проведении массовых мероприятий. Ну и на майские праздники будут задействованы при проведении мероприятий пасхальных в ночь на Пасху и также 1-9 мая при проведении массовых мероприятий. Такая помощь уже доказала свою эффективность. Так только в прошлом году с участием народных дружинников сотрудникам полиции удалось раскрыть 44 преступления, составить больше тысячи административных протоколов и задержать 11 человек, находившихся в федеральном розыске. Анастасия Зубрицкая, Иван Филиянов, Ставропольское телевидение.